В углу рыб все опирается невозможность на невозможность, невероятность на невероятность. Первая невероятность то, что в те времена была такая атмосфера, из которой можно сконструировать первые кирпичики жизни. Ну, как раз, скажем так, кто забыл биологию, мы состоим, как помните, из клеток. Клетки состоят из белков, а белки из аминокислот. Ну и там, это сверхупрощенный взгляд, но тем не менее. То есть аминокислоты — это такие мельчайшие кирпичики жизни, из которых все построено. Всего ищут около 80. 20 из них, пригодные для жизни, используются в наших организмах, только 20. Ну и кроме того, они бывают право-левосторонние, как буквы. Естественно, как буквы они в жизни используются только одни, левосторонние. Ну и теперь можете себе представить, какая нужна, сколько невероятность минут. Во-первых, нам необходимо, чтобы такая атмосфера, в которой все эти атомы присутствуют, долго было в наличии. Когда с действием Солнца она очень быстро разложилась, у нее бы ничего не осталось. Ну, допустим, каким-то чудом эта атмосфера бы появилась. Когда она бы действовала на разлагающиеся аминокислоты, они как появлялись, так бы и разлагались обратно. Ну, допустим, аминокислоты появились и перестали разлагаться. Теперь нам необходимо, чтобы каким-то чудом отделились правосторонние и левосторонние аминокислоты. Вот. То есть вероятность того, что мы отделим одну аминокислоту случайным образом, одна-вторая. Вероятность того, что мы отделим 100 аминокислот, такова, что времени существования Вселенной не остаточно, чтобы это произошло. Ну, штамп получается 2 в сотой степени. Как вы можете переводить. Хорошо. Ну, допустим, мы таким образом отделили правосторонние от левосторонних. Следующий процесс – отделить нужное для жизни от ненужных. Это 20 из 80 – одна четвертая. Опять, в сотой степени, опять, совершенно невозможно. Даже для цепочки в сторону кислоты. Белка гораздо больше, сколько вам. Ну, хорошо. Допустим, опять-таки, отделили только те, которые нам нужны, только левосторонние, только которые используются в жизни. Теперь необходимо их всех соединить специальными гептидными связями. Они связываются как угодно в экспериментах. Опять-таки, вероятность связи гептиды, ну, примерно 1-2 для одного соединения. 100 соединений – опять та же самая космическая невозможность. Вот. Ну, хорошо. Допустим, мы каким-то образом соединили их гептидными связями. Вот. Сколько же, может, я ее сосчитаю? Я же сбился со счета. Теперь нам необходимо что? Чтобы эта цепочка стала осмысленной. Чтобы она несла смысловую информацию. И мало того, нам необходимо, чтобы параллельно к этому существовала еще цепочка ДНК, которая понимала эту информацию. И чтобы цепочка белков понимала информацию, которая говорит ДНК. Потому что у нас как бы две информационные системы – белки и ДНК, которые друг друга понимают, расшифровывают, и только в взаимосвязи они работают. То есть одновременно, грубо говоря, возникли две расы, которые говорят на разных химических языках, но тем не менее отлично понимают друг друга. Вот. Все проблемы, которые были про аминокислоты, в еще большей степени относятся к ДНК. Там гораздо более сложное устройство, и тем не менее там все работает. По 23-й, наверное, можно по 25-й стихи взять. Немножко еще еще нету, хватит. Произведет вода пресмыкающихся, душу живую, и птицы запретят на землю и под ферли невестами. И сотворил Бог рыб больших, и всякую душу животных пресмыкающихся, которых привела вода порода их, и всякую птицу пернатую породу ведет. И увидел Бог, что это хорошо. И благодарил их Бог, говоря, ну идите, ладитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы размножайте на земле. И был вечер, и был утром день пятый. Немножко дальше. И хоразу, да предведет земля душу живую порода идет, скотов и гадов и зверей земных породой. И стало так. И сотворил Бог звери земных породой, и скот породой, и всех гадов земных породой. И увидел Бог, что это хорошо. То есть перед человеком немножко остановимся. Что мы здесь видим? Мы видим, что у нас возникло уже, возник животный мир. О чем есть уход? О том, что они возникли практически одновременно. Это раз. О том, что Бог створил их по роду их. То есть каждого отдельно. То есть мы перешли уже поползу не об возникновении жизни, а об эволюции. Коротко скажу так. Опять-таки мы там со студентами в свободное время посчитали вероятность простенького изменения. Взяли простые бактерии, посчитали, какие шансы, что она эволюционирует, более продвинутый вид, способны усваивать новый, более продвинутый вид пищи. Что ли этого нужно? Во-первых, необходимо, чтобы изменилась оболочка этой клетки и этот новый вид пищи пропускала. Во-вторых, необходимо перестроить транспортную систему клетки, чтобы она его транспортировала куда нужно. В-третьих, необходимо перестроить перерабатывающий центр энергетической клетки, чтобы эта пища усваивалась и перерабатывалась наконец. В-четверых, необходимо опять перестроить транспортную клетку, чтобы новые отходы, опять-таки, удалялись. И в-пятых, снова необходимо перестроить оболочку клетки, чтобы отходы удалялись. Если хотя бы одно из этих изменений не сработает, то все остальные, похоже, клетки не на пользу, а во вред. Представьте, я научился к пищу перерабатывать, то есть кушать, а усваивать ее не могу. Или научился ее усваивать, а отходы не удаляются. То есть, либо все работает вместе, либо не работает никак. Для каждого изменения необходимо сложное изменение программного кода для каждого объекта. То есть минимум 5 генов изменить в каждом случае. Для изменения каждого гена необходимо под цепочку программы изменить. И все это должно произойти одновременно. То есть там получается настолько длинная цепочка, хотя бы 100 единиц точно получается, что одновременно изменение этих 100 единиц текста, 100 единиц информации, случайный образ именно такой, какой нам нужно, опять-таки требует астрономических, даже света астрономических периодов времени. Даже времени и всю Вселенную нам не хватит все равно. Вот так и получается. Не говоря уже о том, что если даже на более таком простом уровне, скажем, тревушку, все знают тревушку, да? Что может быть проще? Что ее особенно характеризует прыгучесть? Соответственно, какие необходимые эволюционные изменения, чтобы эта дебушка возникла? У ее предков должны быть, во-первых, вырезать длинные ноги, так? А во-вторых, развиться мощные прыгучие мускулы. Они все сильно отличаются, а мускулы не дебушек. Затем необходимо из-за того, что они сейчас прыгают и сильно ударяются, новая форма тела, гораздо более плоская, чтобы весь удар принимался на все тело, иначе ничего-нибудь себе поломают. Далее необходимо, чтобы удар принимался на мягкое, отсутствие грудной клетки. Из-за этого и отсутствие грудной клетки очень маленькие и легкие. В результате лягушка не может дышать только легкими, она дышит всей кожей. Кроме того, опять-таки, с соображением безопасности лягушке вообще отсутствует шея. В шее у нас находится гортань и все наши глотательные органы. У лягушки ее нет, она не может глотать, в глазах уже слышал. Лягуша глотает глазами. Когда она моргает и втягивает глаза внутрь, она ими проталкивает пищу. На самом деле, там получается более 40 изменений. У лягушки более 40 взаимосвязанных изменений, опять-таки, каждый из которых без других не работает и ведет только лаврец. Ну, ждем что-нибудь еще более готичное, скажем, жирафа. Вот нам говорят, что жираф вырос в такой длинной шлейфе, и он начинает от разрыва сердца, когда он нагибается пить-попить. То есть, там приправить такое давление, чтобы на 6 метров палить, кровь, когда он нагибается, все это давление идет вниз по голове. Он не оказывает это, что дело в том, что у него существует специальный клапан, который пережимает, прямо над сердцем, который пережимает артерии и позволяет крови с такой медициной, чем давить, когда он пускает голову. У нас получается, опять-таки, минимум 3 простейшие изменения. То есть, во-первых, это длинная шея, во-вторых, это мощное сердце, которое способно качать по слабым сердцем, по обычным сердцам, что было бы просто жрабы от молок крови. А третий – грабан, который позволяет ему пить. Опять-таки, одно, ничего без другого не работает. Все три, иные, другое сразу, одновременно. Но мне будут сказать, ну как же так, что раскопки подтверждают? На самом деле, раскопки подтверждают только одно, что вид животных, который где-нибудь обнаруживается, всегда существовал в неизменном виде, какое-то время пока не исчезал и не сохранялся до сих пор. Нет переходных ступеней между различными группами животных. Я обещаю. Я обещаю. Я обещаю. Я обещаю. Эти животных в чем-то, я иду. Я обещаю. Я желаю.